Дело в том, что Сталин с Мау встречались всего несколько раз. Когда Мау приехал к нему на 70-летний юбилей, я имею в виду к Сталину, в конце 49-го года, и пробыл здесь, в Москве, три месяца. Потом, в феврале 50-го будет подписан вот этот первый знаменитый договор о дружбе и сотрудничестве. Сталин его мариновал здесь, не принимал, неделями целыми. Но, тем не менее, несколько бесед он имел с Мау. Он и понимал, кто такой Мау. Вы думаете, Сталин ничего не понимал? Он понимал, что перед ним сидит китайский националист, который лишь помазан коммунистическим миром, как бы сказал Ленин. Но в данном случае Сталину нечего было выбирать. Он понимал, что противники Мау, прежде всего, вот эта партия Чан Кайши, то есть, как она называлась-то, господи, из головы-то вылетела, Гомендан. Вот эту партию Гомендан, которую основал еще суд ЕЦЭМ. Вот, видны, кстати, деятели рабочего эстетического движения, которого Ленин высоко ценил. Он понимал, что Чан Кайши и его партия Гомендан давно легли под американцев. Что это такая же мелкобужазная партия, как меньшевики эсеры у нас. Поэтому в противоборстве между Гоменданом и Компартией Китая Сталин, естественно, стал на позиции Китая. Хотя вначале он предпочитал занять позицию нейтралитета. Я же напомню, что в Китае шла тяжелейшая гражданская война. Этой гражданской войной, кстати, воспользовались японцы, когда они начали агрессию. Сначала в Манчжурии в 1931-1932 годах, а потом уже и на территории всего Китая. Гомендан и КПК в условиях вот этой иностранной интервенции, агрессии, они тогда объединились в борьбе против японских милитаристов. Но как только Япония была разбита, в Китае опять полыхнула гражданская война. Продолжалась она вот до 1949 года, когда, по-моему, 1 октября 1949 года было провозглашено образование Китайской Народной Республики, а Чанкайши со своими гомендановцами эвакуировался на Тайвань и создал там как бы второе китайское государство. И Сталин в данном случае рассматривал Китай как, с одной стороны, своего союзника в борьбе с империалистами, а с другой стороны, как пример революционного процесса для Востока. Поэтому он по отношению к Китаю занял такую политику или позицию, условно говоря. Хотя он, я опять-таки говорю, что он прекрасно понимал, кто из Ху и кто такой Мао Цзэдон. Ну а потом у Мао Цзэдона, что называется, началось головокружение от успехов. И потом он не считал себе равным Хрущева. Если он Сталина почитал, как одного из создателей советского государства, как наследника вот этой марксистско-ленинской доктрины, как одного из видных теоретиков, Субтитры создавал DimaTorzok